Сегодня хочу с вами поделиться своим мнением о символах. Что такое символ и какую роль он играет в наших отношениях и в общих отношениях между людьми межличностными, межгосударственными, глобальными, геополитическими. Начнем с того, что каждый может создать себе символ. Если любимый человек, взять, подарил какой-то предмет, цепочку, сердечко, и для другого человека это является символом любви, либо близости какой-то определенной. То есть символом может стать все что угодно, и мы можем сделать символом все-всего. Как же развивалась у людей такая вот символичность? Началось все с того, что начнем с глобальных. То есть уже все там мелкие камушки как память о ком-то или о чем-то оставим в это было с самого зарождения человечества. А глобальная символика зародилась в Атлантиде. То есть в те далекие времена, порядка 15 тысяч лет назад, может более, наверняка больше, потому что по моему мнению Атлантида находится в Карибском бассейне, там на какой-то определенной глубине. И когда существовали ледники, то есть там была очень развита государственность. Так вот, начиная с тех времен в Атлантиде была создана глобальная символика государственности и власти. Пирамида. То есть первая пирамиды, возможно, не совсем первая, но одни из первых пирамид строились, были построены в Атлантиде. Что же такое пирамида как символ власти? Ну, пирамида, все знают, что существуют финансовые пирамиды, и самая верхушка собирает сливки, а остальные являются как бы донорами, и большинство на этом потеряет. Так вот, создавая такую пирамиду государственности, в те далекие времена индейцы, можно будем их называть так, индейцы, атлантами их назвать, в общем, это сложно и нехорошо, потому что атланты – это народ. То есть, если мы посмотрим хотя бы по греческой философии, то атланты поддерживают небо. То есть они держат на своих плечах все небо, небожители держат на себе. То есть Атлантида – это была первая демократия. То есть пирамида – это организация, государственная организация. На самой верхушке находятся правители, потом ступенчато все правительство, далее там чиновники, и потом далее там уже народ. То есть вот эта пирамида стала символом, и когда государственность в какой-либо части земли развивалась на высоком уровне, то есть каждый правитель считал должным создать пирамиду как символ своей власти, своего могущества, своей, как бы сказать, умения, свою власть держать. И вот поэтому создан этот символ. Каждый создавал. Ну, в настоящее время до наших дней дошло, как бы, это все более в виртуальном мире. Определенную роль, вернее не определенную, даже решающую роль сыграл тот факт, что к этой символике задумались над этой символикой евреи. То есть они, как бы, я их не считаю даже особо нацией, это, ну, нация, можно сказать, в настоящее время. А так это, в принципе, религиозная организация. Это ничем не хуже, не лучше Ватикана, позднее созданного. Вот. Но только там играют по другим правилам. И каким правилам там играют? Значит, когда евреи были в Египте, они активно участвовали в жизни политической Египта. Ну, и, соответственно, они, так как они довольно активный народ, такой устремленный, который в свои корни идеологически берет именно из Атлантиды еще, с тех далеких времен, он, как бы, участвовал в создании, в строительстве этих всех пирамид. Только идеологически. Ну, когда произошел конфликт между египетской верхушкой и идеологическими лидерами евреев, они просто решили, ну, как бы, этот конфликт, видимо, был более либеральный. Он не был, как бы, в наши времена, ну, были погромы, были все, но евреев не уничтожали до конца. То есть уничтожали мальчиков, был случай, когда просто-напросто уничтожали потомство, чтобы оно не несло в себе вот эти энергетический, идеологический заряд своих предков, которые являются очень мощными. И что? Ну, тогда лидеры еврейские решили сделать эксперимент. То есть они решили создать группу, которая, ну, практически, если можно назвать так, секта. То есть вот такое грозное понятие, которое все так боятся, секта. Вот Моисей решил создать боевую организацию, конкретную секту, но с идеологической поддержкой, которая бы без усилия, без применения определенной силы могла бы завоевать этот мир, создавая собственные пирамиды. И вот, взяв за основу египетские схемы, были созданы множество различных, как бы сказать, законов для евреев, которые они должны исполнять. То есть там очень много и про своих отношений между собой, отношений с другими гражданами мира, вот, как они должны между собой решать все проблемы. Соответственно, со своими всегда нужно было обходиться лояльно и всегда помогать своим. И вот они создали систему, можно сказать, программу. Но они не были первыми программистами, но они создали программу. И за 40 лет вырастили поколение ниндзи, в которых в крови и в кенах эта программа уже очень, как бы сказать, они не создали ее, она была создана раньше, но они модернизировали ее. И убрав все преграды, создали действительно войско такого духа. То есть религиозные ценности, смешав с вполне материальными ценностями, они создали правила поведения для евреев в этой мире, для того, чтобы создавать пирамиды. Где бы они ни находились, они создают пирамиды. Один вошел во властную структуру, в какую-то небольшую должность, тут же он потихоньку подтягивает своих заместителей, которые, в свою очередь, подтягивают евреев из своего числа, из своих людей. И чем выше занимаемая моя должность, тем больше людей, которые окружают этого вверху стоящего еврея, он создает пирамиду, свою пирамиду, свою властную пирамиду. Таким образом, они входят в структуры властные, многих государств, во все любые структуры, которые связаны с властью. То есть в культуре, которая с доступом к массам. Телевидение, газеты, Голливуд. Все, что связано с выходом с массы, имея возможность, чтобы структурироваться. То есть, если человек-актер, тогда у него есть публика, то есть он уже стоит на своей вершине, а внизу его фанаты, они являются его пирамидой. То есть, он выполнил свою программу, он является идолом и имеет свою собственную пирамиду. Каждый еврей как бы запрограммирован на создание этой пирамиды. То есть, мы видим, что, если возьмем доллар, допустим, то на нем есть такой небольшой рисуночек пирамиды. Но эта пирамида несколько своеобразна. Она, вершина ее отделена от основания, и у нее такой глаз. То есть, создавая пирамиду американской власти, и вообще в дальнейшем пирамиду банковской всей системы, которая, кстати, опирается на доллар, вот влияние, как их называют, масоны. Ну, масоны, они привлекают разных людей, с разных сословий, с разных национальностей. Видимо, им все равно, они космополиты с одной стороны, вот. И им все равно, но масонство масонством, это мафия. Масонство это мафия такая, может быть, русская мафия, китайская, голубая мафия. Вот. То есть, это как бы не влияет на программу еврейскую. То есть, они все равно, создавая какие-либо структуры, они все равно берут только своих. А чужих берут только, если они им выгодны. Вот. И что же эта пирамида обозначает на американской? Она обозначает на долларе. Она обозначает лишь то, что высшее сознание, высшая верхушка власти, она отделяется от этого материального мира и виртуально существует. То есть, они создали виртуальную среду, в которой они глаз, всевидящее сознание. То есть, они контролируют сознание всего мира. То есть, скупив телевидение, газеты и остальные средства массовой информации, они просто-напросто подают информацию в определенном направлении. Вот, например, я скажу так, что вдруг у меня в Крыму живет, и в настоящего времени там конфликт, войска российские. И он говорит так, хотя он тоже работал на телевидении, вместе были мы с ним. Вот, он говорит, вот так, сейчас смотрю российское телевидение, ну, правильно говорят, вот, все правильно говорят. Ну, потом переключаю на украинский канал, смотрю час-другой, и думаю, да ведь они же правы. Ну, вот они правильно говорят. То есть, не зависит, как бы, информация, которая подается в телевидении, она подается всегда с определенной стороны. То есть, существует разная сторона. То есть, как разная идеология, будем говорить. И поэтому, вот это, создание этой керамиды, оно уже, фактически, глобально было бы совершенно завершено, если бы не было там таких еще огромных структур, как Россия и Китай. Вот, и, но Россию, как бы, уже начали, взяли за нее разламывать. Ну, не получилось. То есть, человек появился, который бьется за, ну, за создание собственную пирамиду в собственном государстве. Так же и в Китае. Поэтому, сейчас противостояние этих каосов, посмотрим, во что это выльется. Ну, пирамиды, они всегда остаются. Государственные пирамиды, религиозные пирамиды. Пирамида – это символ, символ организации. То есть, в России организация всегда схромает. Может, пора взяться за организацию собственной пирамиды идеологической какой-то. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова